Я вижу мужика такого, он похож на калмыка, вот с такой национальности, и вот он с таким животом и в костюме. Обычная прогулка по лесу. Для Николая Палаева обернулось открытием. На Кумысной поляне есть привидение. Как доказательство фотографии, на них парень разглядел силуэты людей и даже их лица. Когда фотографировали вот этот кадр, поймали мужчину стоящего, это, конечно, вообще было. Мурашки до сих пор он опять. Ну, как бы, не то, что прям уж очень страшно, но такое неприятное просто. Это еще одно место, связанное с привидениями. Это остатки трамвайного моста. Век назад по Кумысной поляне колесил трамвай. И даже сейчас, по словам Гребняков, поздним вечером слышно постукивание колес трамвая-призрака, а иногда даже видят свет его фар. В 1910 году была построена самая протяженная трамвайная линия того времени, которая заканчивалась на Кумысной поляне. Протяженность этой линии составляла около 23 километров. Как рельсы исчезли с Кумысной поляны, для историков тоже загадка. По одной версии их переплавили в годы войны, по другой пустили на строительство путей для четвертого маршрута. Лесники везут нас по тайным тропам к Кумысной поляне. Правда, они никогда не видели привидений. В легких Саратова они ценят другие достопримечательности – грибы, животных и результаты их деятельности. В муравейнике мы ищем его жителей. Но по словам лесников, в 2010 году были очень сильные пожары, и муравейники тоже горели. И колония муравьев могла переселиться в совсем другое место и построить менее высокий муравейник. Но мы видели одного муравья, который убежал туда, и поэтому есть надежда, что здесь все-таки они живут. Еще одна природная достопримечательность – дуб великан. Это самое старое дерево Кумысной поляны. Ему около 200 лет. Чтобы на него больше обращали внимание, лесники поставили специальную табличку. По сравнению с другими деревьями в лесу, дуб великан не кажется таким большим. Но вот если подойти к нему человеку, то он действительно огромный, и вот его диаметр, говорят, больше метра. Но вот, мне кажется, я и половину не обхватываю. Мистические истории Кумысной поляны вызывают вопросы. А вот природная польза доказана. Правда, как говорят специалисты, деревья в лесу постепенно вымирают. Вот и дуб великан, хоть и прожил 200 лет, третий век, скорее всего, не переживет, засохнет.